На этом швейном предприятии в Минске давно убедились рынки Казахстана, России и Беларуси связаны неразрывно. Поставлять продукцию легкой промышленности на экспорт стало легче. ИЭП открыла новые возможности с отменой таможенных пошлин. Время сделок уменьшилось в разы, чего не скажешь о выручке. Только на продажах восточному соседу предприятие зарабатывает порядка 100 тысяч евро в месяц. Вот это сотрудничество, вот это передвижение товара дает дополнительные возможности для самого предприятия. Это и приток валюты государства, и на само предприятие это дает возможность закупать и сырье, и оборудование за границей. Кстати, развивать бизнес стало легче не только отечественные. Иностранные компании все чаще приходят в Беларусь. Мол, здесь и инвестиционный климат лучше, и рынок посвободнее. К тому же единое экономическое пространство создало так называемый единый бизнес-кошелек. Банковский капитал свободно передвигается на территории трех стран. Это касается и рабочей силы, и сферы услуг, и тем более законодательства в сфере бизнеса. Это, конечно, намного сложнее. В чужой стране вести бизнес. И как раз вот это объединение единых экономических пространств, создание общих сводов, определенных законов и принципов ведения бизнеса дает возможность вот таким компаниям попытаться сделать бизнес за границей. К слову, о границах Евразес и ЕЭП открыты для новых государств. Более того, в планах интеграция интеграции. Такую идею высказал глава государства в очередном послании народу и национальному собранию. По сути, это общее экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока. Однако большой вопрос, насколько быстро отдельные еврочиновники готовы признать позитив этой идеи и отказаться от своих амбиций. Сейчас Евросоюз находится в глубоком кризисе. Всё это говорит о том, что Евросоюз, в принципе, не готов к какому-то плодотворному и равноправному сотрудничеству. Поэтому, прежде всего, нам следует сосредоточиться на интеграции в рамках тех образований, в которых мы сейчас участвуем. То есть единое экономическое пространство, Евразийский союз. К слову, самую масштабную интеграционную структуру на постсоветском пространстве Евразийский союз планируют создать уже к 2015 году.